Эфир телеканала Ноябрьск 24 продолжает выпуск новостей. Здравствуйте! Каибов не будет, онлайн-трансляция под вопросом. Сегодня председатель территориального избиркома Ирина Строкина провела брифинг, где рассказала о подготовке к грядущим выборам. Происходящие на каждом участке, а всего их 37, будут фиксировать камеры видеонаблюдения. Но пока Центр избирком не принял решение о трансляции в сеть. Что касается автоматических комплексов обработки данных, то от их использования, возможно, тоже откажутся. Список партий по выборам в Госдуму еще не сформирован, а он может казаться солидным и просто не подойдет по формату. Устройство не сможет считать результат. Напомню, единый день голосования намечен на 18 сентября. Выбрать предстоит новый состав государственной и Тюменской областной думы. Представители Ямала в этих органах власти, а жителям дальнего СМП еще и доизбрать одного депутата думы городской. Они получат по пять бюллетеней, все остальные по четыре документа. Период выдвижения кандидатов уже стартовал. На сегодняшний день у нас с вами пока на дополнительных выборах отсутствуют кандидаты, но сейчас политические партии активно ведут работу и проводят свои мероприятия по выдвижению этих кандидатов. И я думаю, на следующей неделе у нас с вами уже появятся первые выдвинутые кандидаты. Добавлю, отдать свой голос раньше срока не получится. Если в день выборов вас не будет в городе, то проголосовать можно по месту пребывания. Выдавать открепительные удостоверения начнут 3 августа. Вплоть до 6 сентября этим будет заниматься и территориальный избирком. От 7 по 17 сентября получить документы жители города смогут непосредственно на избирательных участках. Все интересующие вопросы можно задать по телефонам горячей линии избирательной комиссии и номера на ваших экранах. Современный детский сад на 190 мест. Уже в сентябре в 8 микрорайоне начнется строительство дошкольного учреждения. Место определено, источники финансирования тоже. Все затраты берет на себя «Газпромнефть», «Ноябрьскнефтегаз». Объект будет строиться в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть». Проект нового детского сада сегодня обсудили генеральный директор «Ноябрьскнефтегаза» Павел Крюков и глава администрации Алексей Романов. Павел Крюков поручил подрядчикам строительной компании «Магнум» учесть все пожелания муниципалитета в части планировки здания. Оно будет двухэтажным и сможет разместить шесть возрастных групп. В сети того, что построили большой микрорайон восьмой в рамках переселения, в рамках обеспечения жильем наших жителей, мы посчитали, что есть большая востребованность вместе с городом, вместе с округом в детских садах. Поэтому пришли к тому, что раз хватает на сегодня спортивных объектов, мы переключились на такие социальные объекты, как детский сад. Потому что мы считаем, что это наше будущее. И если нефтяники сегодня живут в хороших, комфортных условиях и работают, то наше будущее тоже должно привыкать к хорошему. Поэтому мы приняли такое решение, что будет детский сад в нашем новом микрорайоне. И он будет действительно один из самых современных. Это компания с человеческим лицом, компания, которая понимает, что есть бизнес, но при этом есть нужды города, которые невозможно покрыть только за счет одного бюджета. И мы все прекрасно понимаем, что ситуация сегодня на рынке экономическая, политическая складывается, наверное, не самым благоприятным образом. И тем не менее, отдельное еще раз спасибо особенно за то, что в эти непростые условия компания находит возможность и поддерживает город. А самое главное, вкладывает в будущее, в наши с вами детей. А вот о том, как на участке обстоят дела с инфраструктурой и когда завершат строительство детского сада, расскажем в ближайшем выпуске новостей. В ноябрьске появятся две новые спортивные площадки. Одна возводится около центра досуга «Нефтяник». Обустройство второй завершается рядом с подростковым клубом «Бумеранг» на улице Дружбы. Осталось только нанести разметку и посыпать поле специальным песком. Это сделает покрытие более естественным. Еще установит ворота и раздевалку. Аналогично будет укомплектована и вторая площадка. Кстати, объекты эти универсальные. Зимой их будут заливать льдом и использовать как корд для игры в хоккей. Возведение этих спортивных объектов, как и еще девяти спортивных площадок, стало возможным благодаря двухстороннему сотрудничеству муниципалитета и «Газпромнефтноябрьскнефтегаза». Есть маленькая проблема. Ежегодно мы проводим мониторинг этих спортивных площадок и мы приводим на лежащее состояние и внешний вид, и доукомплектовываем. В частности, в этом году мы доукомплектовали велопарковками, скамейками для переодевания, урнами. Но есть детки, которые, скажем так, нерачительно относятся к этому всему, к этой большой работе. И уже вот по этому году, по итогам скажу, что после приведения в соответствие спортивной площадки на 13-й школе, там уже дети поорудовали. Поэтому прошу родителей все-таки побеседовать с детьми, чтобы они все-таки бережно и рачительно относились к тем объектам, которые строит город и в том числе наша компания. Создание спортивной инфраструктуры в регионах присутствия – одно из ключевых направлений программы социальных инвестиций компании «Газпромнефть. Родные города», в рамках которой в этом году также будет введен в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном в микрорайоне Вангапуровском. Уже скоро молодым бизнесменам Ямала предстоит защита своих проектов. В округе завершен прием работ в рамках конкурса «Свое дело». Напомню, его участником мог стать любой житель округа в возрасте от 18 до 30 лет. В этом году в оргкомитет конкурса поступило 42 бизнес-проекта, что в полтора раза превышает показатели прошлого года. Молодые бизнесмены предложили бизнес-идеи в самых разных сферах – это и аграрный сектор, и создание небольших производств, и даже туристические услуги. Скоро жюри, оценивая проекты по семи критериям, отберет 10 лучших. Премиальный фонд в этом году увеличился с 3 до 10 миллионов рублей. Молодые предприниматели могут получить грант размером до миллиона рублей. Ямальские спасатели подвели итоги своей работы за первое полугодие. По словам руководителя ведомства Николая Потемкина, всего специалистам его службы удалось спасти 798 жизней. При этом около 300 из них обратились за помощью к спасателям, оказавшись в сложной ситуации на природе. Однако, несмотря на оперативность и масштабность работы службы, из-за слишком поздних обращений уже погибли 17 человек. Из них 14 на водных объектах, а шестеро пропали без вести. Как отметил Николай Потемкин, эта информация должна быть серьезным сигналом о повышенных рисках опасности во время пребывания в лесу, на воде и в тундровой зоне. Основными причинами чрезвычайных происшествий остаются беспечность, неоправданные риски, а также несоблюдение правил безопасности. Каждый год ноябрьские социальные сети пополняют фотографии и видеоролики, где в главной роли дикие животные, которые стали непрошенными гостями на улицах города. Очевидцы утверждают, что уже в этом году видели медведей по дороге в аэропорт, а гадюк вблизи водоемов. Как избежать неприятные встречи и не стать жертвой зверей, узнавала Оксана Звичкова. Эти кадры, сделанные 6 лет назад, облетели весь Ноябрьск. Полуторгодовалый медвежонок забрел в город. К счастью, визит незваного гостя завершился благополучно. Никто из жителей не пострадал, а сам зверь скрылся в лесном массиве в районе Ханто. Сейчас косолапые на центральных улицах редкость, но вот за городом они встречаются часто. В том, что опасный хищник бродит в городской черте, виноваты и сами жители. Порой сами того не замечаем, оставляем после себя продовольственные отходы и тем самым привлекаем медведей. Полакомившись однажды, зверь наверняка вновь придет на это место. При этом животное старается избегать прямых контактов с людьми. Человек не привлекает медведя как еда, поэтому контактов как таковых очень мало. И эти контакты, скорее всего, происходят больше по вине человека, чем желание медведя полакомиться. Охотник Александр Голиков с медведем встречался не раз. Говорит, в наших лесах водятся мелкие особи. Их вес редко превышает 150 килограммов. Зато храбрости им не занимать. Они не боятся огня, воды, звукотехники и даже выстрелов. Несмотря на это, если есть возможно, дверь всегда постарается первым уйти от человека. Опаснее всего встретить голодного зверя и медведицу с медвежатами. Ну, в первую очередь, когда вы встретитесь с медведем, никогда от него не убегайте, потому что убежать от него невозможно. Он бегает очень быстро, это раз. И когда вы убегаете, вы провоцируете на атаку. Не поворачивайтесь спиной. И когда уходите по лесу, не ходите тихо. Создавайте какой-то шум для того, чтобы вы, когда с медведем столкнете, чтобы он вас раньше услыхал, чем вы его увидите. Поэтому медведь, когда вас раньше услышит, он свернет раньше стропы и уйдет. И даже вы этого не заметите. Еще одна угроза, с которой каждый год сталкиваются жители Ноябрьска – гадюки. Этим летом медовитую змею уже видели на Хантово, озере Светлом, в дальнем СМП и микрорайоне в Ингапуровском. По словам специалистов, сейчас эти присмыкающиеся наиболее активны и выползают к водоемам. Поэтому любителям лесных прогулок и отдыхающим на берегу нужно быть предельно осторожными. Чтобы не стать жертвой укуса гадюки, стоит помнить о простых правилах. Прежде всего, это одежда. Она должна быть широкой и с плотной ткани. Кроме того, из обуви лучше предпочесть сапоги. Собирая ягоды или грибы, необходимо проверить участки, покрытые растительностью длинной палкой. Ну а если избежать неприятной встречи все-таки не удалось, лучше всего замерить на месте или же спокойно уйти. Таким образом, дав змеи возможность уползти самой. В этом году уже двое пострадали от укусов гадюки. Людей удалось спасти. Эксперты отмечают, что в наших окрестностях обитают малоядовитые змеи. Их яд убивает не сразу, но последствия неприятные. Не имеют конечности, повышается температура, появляется головокружение, возможно, аллергическая реакция. Поэтому очень важно получить медицинскую помощь своевременно. Во-первых, не паниковать, придать, постараться руке там или ноге, куда укусила фиксированное положение, для того, чтобы яд дальше не распространялся активно по организму. Наложить давящую повязку выше места укуса, но не узкую, а желательно широкую. Так, чтобы можно было просунуть палец под повязку. Снять все украшения, если вдруг это рука, чтобы избежать отеков, обильное питье, но и быстрее вызвать скорую помощь. Специалисты отмечают, отправляясь в лес, необходимо помнить, что вы гости на чужой территории. Всегда есть вероятность встречи с диким животным. Поэтому лучше, что может сделать человек, это быть к ней готовым. Оксана Зайчукова, Александр Паханов, Сергей Павлов. Ноябрьск, 24. Кстати, безопасности поведения не только в черте города, но и в лесных массивах была посвящена акция, которую сегодня сотрудники скорой провели совместно с госавтоинспекторами. На одной из центральных улиц представители сразу двух спецслужб проводили беседу с водителями. Сотрудники ГИБДД напоминали о безопасном поведении на дорогах. А вот медики, в свою очередь, рассказывали горожанам о доврачебной помощи в случае укуса змеи. Конечно же, чем быстрее, тем лучше. И если никого нету рядышком, конечно же, постараться себе оказать первую помощь, отсосав яд, и, естественно, побыстрее вызвать скорую помощь. Для тех, кто еще не успел или не смог в силу обстоятельств организовать отдых для своих детей, летние городские площадки будут работать все лето. За первую смену в Ноябрьске уже отдохнули порядка 350 мальчишек и девчонок. На базе семи центров и пяти подростковых клубов для ребят организованы конкурсы, спортивные эстафеты, викторины, флешмобы, мастер-классы по различным творческим направлениям и многое другое. Здесь с 12 до 16.00 дети находятся под присмотром вожатых и аниматоров. Вторая летняя смена стартовала еще 1 июля. Но, по словам организаторов, подать заявку на летнюю площадку родители еще успевают. Для этого необходимо обратиться с документами в один из молодежных центров города. Вообще, конечно, в учреждениях ограниченное число принимается, да, заявлений. Но, опять-таки, никого не выгонят. Поэтому, если придут, желающих всех примут, всех постараются как-то развлечь, заинтересовать. Никого не оставим. Завтра Ноябрьск отметит День семьи, любви и верности. Праздничная программа начнется в 15.00 сразу на двух площадках возле городского фонтана из тела «Я люблю Ноябрьск». Жители смогут принять участие в тематической викторине, конкурсе рисунков на асфальте, поиграть в дартс и хоккей на траве, научиться танцевать брейк-дансы и нанести себе рисунок на тело. Завершится праздник в 18.00 в городской администрации. Планируется уже торжественное награждение семей, проживающих на территории города Ноябрьска, общественной наградой медалью «За любовь и верность». В этом году этой медалью удостоены 9 человек, но награждены будут в администрации 5, потому что 4 семьи выехало из города. Данное мероприятие Управление по делам всеми молодежи проводится совместно с Управлением социальной защиты. В ноябрьске 8 июля пройдет всероссийская акция «Тестирование на ВИЧ». Она приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Бесплатно узнать свой статус можно в любом лечебно-профилактическом учреждении города, в частности в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Для этого необходимо подойти в регистратуру. Пункт забора крови будет также работать около городского фонтана с 15 до 18 часов. Пройти тестирование можно анонимно. Процедура эта безболезненная и не занимает много времени. Почему именно день семьи, любви и верности? Ну, наверное, потому, что ВИЧ-инфекция – такое заболевание, которое имеет уже, наверное, всем известные пути передачи. Это не медицинское употребление наркотиков, чаще всего идет к инфицированию. Это половой путь передачи. Ну и, безусловно, город наш молодой. И не знать о своем состоянии здоровья людям, вступающим в брак либо планирующим ребенка, наверное, это совершенно неправильно, поскольку ВИЧ-инфекция передается еще и от матери ребенка. Сегодня по народному календарю праздник летнего солнцестояния – День Ивана Купала. Люди считают, что вода в Купальскую ночь наполнена целебными и магическими свойствами. Поэтому один из главных его ритуалов – купание в реках или озерах. Подробнее о других обрядах и традициях этого дня своим воспитанникам рассказали специалисты Центра «Ровесник». Они подготовили для них игровую программу. Дети выполняли задания сказочных персонажей, прыгали через костер, водили хороводы и искали цветущий папоротник, чтобы затем загадать свое заветное желание. Мне понравилось играть с водяным, искать корзинку и прыгать через костер. Нам больше всего понравилось прыгать через костер. Дети должны знать российские, наши русские исконные праздники. Поэтому мы их возрождаем, знакомим с нашей культурой, наших предков, что они делали в эти праздники. И к этому часу все. Я желаю вам всего доброго и до свидания.